Всем привет! Дорогие друзья, вы на канале Матроза. Мы сегодня будем продолжать играть в игру под названием Мистер Мид. В сегодняшней серии мы попробуем дотолкать нашего хрюнделя до сарайки и пройти с Ребеккой. Попробуем, чтобы свинья у нас была в конечной сцене. Это все будет интересно, и мы это все сейчас будем осуществлять. Вот. Поэтому мы быстренько двигаемся. Я надеюсь, у нас этот эксперимент получится. Во-первых, что нам нужно сделать? Нам нужно сделать так, чтобы мы прошли через Ребекку. То есть нам нужно много чего активировать. Один патрон мы потратим на свинью, второй на Мистера Мита. В принципе, все понятненько. Бросаем ружье вот туда. Так, клещей нету. Ключик не знаю. Давайте проверим потом. Здесь его, походу, нету. Молоточек нам нужен потом для камеры. Смотрим, ключ здесь. Так, есть. Это значит, что нам сегодня повезет. Если, конечно, все у нас пройдет хорошо. Так, мы, значит, открываем. Я играю на призраке, по-моему. Не знаю, не помню, не помню. Вроде бы, да. Сто процентов наверняка. Так, мы, значит, двигаемся за молоточком. Молоточек мы берем. Сейчас будем камеру юзать. Мистер Мит где-то там бегает уже. Смотрите, кушает мясо. Молодец, Мистер Мит. Я активировал камеру, даже если она не нашумела. Так, теперь что? Теперь что? Теперь нам бы, нам бы, нам бы хорошенько... Чего сделать? Щипцы найти? Кусачки? Щипчики, щипчики, щипчики. Так, щипчики нам нужны. Щипцы. Они, возможно, здесь. Неправильно. Значит, они где-то тут. Тоже неправильно. А где же щипцы? Неужели они в этой комнате? Наверняка, да. Да, вот они, щипчики. Клещи, 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 клещи. Для начала давайте что сделаем? Мы откроем дверь Ребекки. Чтобы у нас все было четенько. Давай, Мистер Мит, подвигайся сюда. Нужно, чтобы ты нам дверь открыл по Береку. Мистер Мит, Мистер Мит, ты где? Кот уже прется. Есть, открыл дверь. Мы теперь бежим отсюда вам. Нам нужно открыть сарайку для того, чтобы получать патрончики. Патрончики. Открываем. Первый, второй, третий, четвертый. Быстренько, ловко и без каких-либо потребностей. Мы это все сделали. Спрыгиваем. Спускаемся. Тут у нас целый арсенал вещей. Теперь что мы делаем? Мы теперь берем. Мы теперь заряжаем дробовик. Идем к Хрюнделю, конечно же, к нашему Хрюнделю. Главное не промахнуться. А то у нас попытка только одна. Нам нужно сейчас Хрюнделя, конечно же, завалить. Хрюндель, ты где? Наш дорогой свинтус. Нам бы его как-то приманить для начала, чтобы он был поближе всего. Как-то, о, смотрите, я его прям пнул. Давай уходи отсюда, Хрюндель. Тут тебе не место. Поворачивай. Поворачивай еще давай. Что ж ты такой неповоротливый? Ну ладно, я уже подожду, пока он будет где-то, ну вот здесь, хотя бы вот сюда вот повернет. Нам нужно, чтобы Хрюндель пошел в другую сторону. Может, мы ему немножечко поможем в этом. Хрюндель, ты не туда идешь. Ты чего, дорогой мой? Уйди отсюда, давай. Я к тебе тут с пистолетом, точнее с этим, с ружьем, а ты так дурачишься. Давай, уйди отсюда. Хрюндель, давай поворачивай. Молодец. Тебя даже подтолкну немножко. Давай, давай. Главное, не разворачивайся. Какая у него траектория? О, о, о. Вот здесь, я думаю, мы уже его, в принципе, можем выручить. Так, и теперь нам его нужно как? Нам его нужно как-то дотащить. Нам его нужно как-то дотащить так, чтобы он, в принципе, у нас был возле сарайки прям. Ой, ну это будет сложно, но я попробую. Смотри, какой жирок. Такой кусень мяса огромнейший. Такой, м-м-м. Я, конечно, сырое мясо не люблю кушать. Да и не буду. И не ем вообще. Разве что сало, конечно же. Сало это такое дело. Это дело хорошее. Так. Давай, давай, хрюндель. Наверное, с этим хрюнделем я задержусь. Наверное, задержусь. Поэтому я нажимаю на паузу. Я его вам покажу, когда хотя бы дотащу где-то возле сараечки. И только посмотрите на этот кадр. Свин как будто живой стоит такой. Посмотрите, одна нога здесь, другая там. В позе живого свинтуса. Как будто чучело такое в музее. Реально. Очень круто. А я его тем временем еще толкай. Нам еще капельку до сараечки осталось. Погнали. Что, ребят, остается всего за малым. Это затолкать свина в сарайку. Еще капельку. Еще чуть-чуть. Еще. Опа. Ну-ну-ну-ну-ну. Смотрите. Задок-задок поднимай. Еще капельку. Я, конечно, дверью боюсь. Откинула его. Ну ты чего? Давай-давай. Нам нужно в сараечку. Нам нужно в сараечку, дорогой мой. Ну давай. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так не честно. Что-то его реально колбасит. Я его не могу нормально в сарайку затолкать. Сейчас я другим способом попробую. Сначала его вот так вот за брюшко. Вот так вот. Вот так. Бачочком. Бачочком вот так вот затолкаем. А потом с помощью этого же брюшка затолкаем свина вот в сарайку. Ну давай. Ну чего ж ты? Не толкается что-то свин. Я еще пробую. И мы тогда уже и продолжим, ребят. Началось. Ура. 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 Ребят, наконец-то. Наконец-то свинтус у нас в сарайке. Я надеюсь, он у нас будет в концовке. Давайте его еще как-то так пододвинем, чтобы он у нас в концовке 100% был. Как-то его... Ну я думаю, хоть чуть-чуть, но он будет в концовке. Это уже 100%. Это уже будет решено. Ну хотя задница его точно будет. Смотрите, какая жирная. Жирная, жирная задница свинтуса, свинтуса нашего. О! Так. Ты чего? Ты куда, дорогой мой? Вот так вот его бочком немножко. Вот так вот. Уть, 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 уть. Еще немножечко. Чтобы он был возле этих колб. Это было бы очень даже круто. Окей, давайте его вот так вот как-то. Свинт. Ну ты чего? Ну куда ты отлетаешь? Куда ж ты, дорогой мой свинюшник? Куда ж ты? Мы же без тебя никак. Ладно, еще немного дотолкаем куда-то. Там было прям четенько. Я его куда-то сбил не туда. Смотрите, он уже перевернул. Так, я на всяк пожарный дверь закрою, а то еще вывалится наружу. Нам этого не нужно. Нам этого не нужно. Его еле вообще затолкал сюда. Вы бы знали, сколько я времени потратил. Это где-то целый, целых, сколько там, 10 минут ролика. Я бы его толкал только сюда. Серьезно. Так, ну что, вот так вот как-то его. Чтобы он еще ученому не мешал, нужно как-то сделать так. Чтобы он, ну вот тут где-то. Вот я хочу, чтобы он был вот с этой вот стороны. Во, во, идеал. Идеально все, да. А, это, ребят, то, что нам нужно. Теперь нам остается дело за малым. Теперь нам остается всего спасти Ребеку. Я надеюсь, Ребекка не удивится, что там свинья, ее родственник, можно сказать, по крови там будет валяться. Я надеюсь, она не напугается, не будет орать. И ученый тоже там не будет орать на трупик свиньи в сарайчике. Если будет все-таки орать, мы его передвинем более к калитке, где, е-мое, мистер Мит, не пугай нас, где они его не увидят. Так, мы, значит, берем веревочку. Столько уже роликов по мистере Мит у меня было на канале по разным экспериментам, проверка багов. Это все у меня на канале было. А сегодня я вот свою идейку такую дал, чтобы свина вот увидеть именно в концовке. Он же... Ох ты ж... Ё-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й! Ребят, походу, ролик придется переснимать. Ля... А как свин сож... Окей. Как свин высрят нам помои? Мы же без помоев не пройдем. Вот я лоханулся, серьезно Ну, что есть, то есть, ребят То, что я лох, это и так всем понятно Так, ну ничего Это так было задумано, я так придумал Это вообще я, и это мой эксперимент И это такая моя задумка, все Это такая невплановая штука, знаете Как будто все и шло прекрасно Я его 10 минут запихивал У меня еще стрим будет на канале запланирован Через 40 минут Я не знаю, потрачу ли я эти 40 минут Зря или что-то типа того Придется, значит, свина оживать Придется свина оживать как-то Придется, значит, ему транквилизатором давать Но что, я буду перезаходить разве? Нет, я не хочу уже перезаходить Он мне забагует там, он придет на ферму обратно Короче, ребят, рискуем Это я уже один патрон потратил И у нас остается еще Ё-ка ламане Ну что я такой тупой Ах, забыл, забыл, что свина нужно Это самое Чтобы он нам помои дал Надо было его в конце прям Убивать и толкать Но что есть, то есть Вот наш свин валяется Звезда сегодняшнего ролика Ну молодец, короче Что нам нужно теперь Дорогие друзья Теперь нам нужно открыть Транквилизатор Чтобы мы транквилизатором Свина бахнули И он у нас оживет Да, да, да Ля, ну такой эксперимент Запороть Мистер Миттам уже пугает нашу Ребекку Эх, эх Так, что ты не режешь проводать? Что ты выбрасываешь кусачки? Такой эксперимент запороть Это, конечно, очень плохо В любом случае Мы его сейчас спасем, ребят Мы сегодня будем выходить Из разных таких вот Штук непонятных Мы сегодня эту штуку непонятную Сделаем Понятную Так, теперь нам нужно куда? Я где-то оставлял щипцы Уже не помню где Будет ролик длинный Это точно Интересный, не знаю Это уже как повезет Так А где щипцы мои? Сейчас только из-за щипцов Я буду что-ли перезаходить Где мои щипцы? Щипчики Вот мои щипцы Есть Ну ты свинту сдаешь Не мог заранее нам высрать Каканечку Какунечку Даже без этого Без этих таблеток Мог бы нам постараться Конечно Ну а что я сделаю? Разработчики такого не предусмотрели Я тоже в том же числе Так, ну что Мы берем, значит, транквилизатор Идемте оживать Нашего хрюнделя Хрюндель, хрюндель, хрюндель Дорогой мой хрюндель Так, ну что Момент истины Пойдет ли он кушать Или забагует в сарайке Как вы считаете? Я ставлю на то, что он пойдет кушать Я на это надеюсь, конечно же Потому что если этого не будет Это будет провал Века И я, наверное, такой ролик И оставлю, что ли Мне так Мне так леньки Перезаписывать это все Свин Главное целиться хорошо Попал Все, ждем на возрождение свина А пока свин возрождается Пока идет возрождение кентавра Мы тем временем Возьмем те ведро И наберем в него красного зелья Которое нам пригодится Ребекка там бежит себе У меня все для прохождения есть Только какашки не хватает Серьезно Эта какашка нам все и запорола Что-то пока что он лежит Не хочет оживать Ну смотрите Ему так-то путь пройти туда Это вообще изично Мне кажется Пойдет, покушает Посрет Мы его опять завалим Все у нас будет чей Четенько, четенько Можно, кстати, ходить Ходить во время этого ведра Оно ж дырявое Оно дырявое И голова моя дырявая Что я забыл? Я забыл его бросить В кислоту Так Ну что Свинтус живой? Здоровый? Свинтус Живой! Ура! Ура! Ну ему засов мешает Придется его вытолкать Помочь ему Дорогой мой свин С возвращением тебя Я тебя так долго толкал Чтобы ты вот так вот По-свински По-свински как раз таки Со мной Со мной поступил Смотри Засовь его откинул О, все Идеально Свинт пошел Есть! Ура! Теперь нам главное Что сделать? Нам нужно пока Свинт покакает Мы возьмем какашку В прямом смысле Этого слова Помет Будем помет Называть Это как-то Слишком по-детски Называется Что это такое Так, идемте Набирать значит ведро Вот идет Царь-барон Мы с тобой Такие уже эксперименты Тут решили делать А ты оказывается Такой нехороший Значит я иду ждать Свина где-то там О, все Ух ты! Смотрите Я оказался уже на ферме Телепорт Телепорт Так, свин идет Жрать Приятного Моего аппетита Пусть жрет И не подавится И не обляпается И чтоб все ему было хорошо Что нам теперь нужно делать? Ё-моё! Последний патрон Последний патрон Мы должны потратить С достоинством Чтобы не промахнуться Чтобы все у нас было четенько Где патрон? Вот патрон Есть Я перезарядился Он идет покушать Главное проследить Чтобы он покакал Потому что это очень важно Дорогие друзья Если он не покакает Мы просто потратим патрон Где он? Он кушал? Не кушал? Где? Он покушал Есть! Первое есть Все! Все, свинтус Ты мне нужен дальше Ты мне нужен дальше Еще потрачу 20 минут своей жизни На эту чушь Двигайся Я тебя еще должен подталкивать Слушай, дорогой мой Давай скорее уже Мне нужно, чтобы ты туда вот ушел Куда-то Еще срет Молодец Скатерьте О-о-о-о Идеально Все! Вот теперь мы его должны толкать И сейчас Я, конечно же, нажимаю на паузу Потому что этот процесс Очень долгий И вам это все смотреть Будет, конечно же, неинтересно Фух! Ну что ж, ребят Остается дело за малым Завалить мистер Мита Позвонить ученому И чтоб все у нас было Хо-ро-шо! Ребекки я не вижу Значит, она там Фух! Надо все сейчас продумать Потому что Если сейчас У нас что-то пойдет не так Это все было зря То есть это все было зря И, конечно же, это было бы плохо Поэтому мы сейчас Берем ружье Стреляем в мистера Мита Звоним ученому Принимаем, значит, ученого Делаем концовку И все у нас идет Шик и блеск Конечно же Поэтому нам нужно Где-то завалить мистера Мита Подальше Чтоб все у нас было Хоро-шо! Так, вот у нас свин Вот у нас последний патрон Для мистера Мита Где же наш Мистер Мит? А вот и он До свидос, мистер Мит Значит, звоним ученому Пока не поздно Да-да-да-да-да Все, погнали Быстро-быстро-быстро, ребят Значит, погнали Нам нужно срочно Быстро провести Ребекку Так, Ребекка, ты чего? Давай-давай Эплзы, Эплзы Твое любимое И нам теперь нужно Сделать концовку Где у нас будет свинья Еще одна свинья И, конечно же, ученый Что ж, ребят Мы погнали Очень долго делал эксперимент Вот, поэтому Мы сейчас этот эксперимент Будем И смотреть И смотреть Мы, в принципе, его будем Скорее, Ребекка Скорее Продвигаемся Вот этот весь путь Ребекка Которая прошла со мной Этот весь путь Со мной проходил Не только Ребекка Но и свинья Так, Ребекка идет Так, хорошо Так, хорошо Ученый И сейчас, ребят Будет концовочка Мне интересно Будет ли там, конечно, свин Но хотелось бы Хотелось бы увидеть и свинтуса Фух Очень-очень интересно Будет ли там свинтус Надеюсь, будет потому что если не будет, то это, конечно, будет плоховатенько. Надо было здесь дверь закрыть. Вдруг Мистер Мит нам помешает. Пожалуйста, только не Мистер Мит. Пожалуйста, только не Мистер Мит. Не Мистер Мит, пожалуйста. Так, ну все. Быстро, быстро. Сейчас мы заходим, конечно же. По Бырику. Так. Я закрываю, засовчик. Даю Ребекке покушать. И смотрите, вот она, свинья. И что ж, давайте же будем смотреть, будет ли свинья в концовке. Смотрим. Так. Пошла концовочка. Есть! Свинья в концовке! Вау! Ничего себе! Вот она лежит прямо в концовке. Это что-то невероятное. Вы только посмотрите, он наполовину в свинье. Вот она, свинья. Лежит прямо возле девочки Ребекки. Что? Вот это будет превьюка угарная. Просто угар. Просто угар. Жесть. Посмотрите, свинья просто мертвая лежит возле Ребекки. Уйму времени я потратил, ребят. На этом мы, в принципе, заканчиваем. Хочу сейчас после этого ролика насладиться жизнью и не играть в разные игры, а поиграть, например, в морской бой. Поиграть, например, в морской бой. Ну что ж, ребят, мы на этом заканчиваем. Конец, наконец-таки у нас на этом все. Всем удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok